МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА За детские сердца лучшие кардиологи Ростова провели бесплатный прием для школьников. Наша задача сказать родителям о том, что они могут заниматься спортом, потому что многие педиатры запрещают им. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Место вице-губернатора Ростовской области, которое пустовало на протяжении двух недель, теперь занято. На эту должность глава региона назначил Александра Гребенщикова. Ранее он курировал в областном правительстве вопросы промышленности, энергетики, транспорта и установления тарифов. Уроженец Воронежа, выпускник Московского госуниверситета путей сообщения, пришел работать на Дон в 2011 году. Новые обязанности Гребенщикову предстоит совмещать с президентством в футбольном клубе Ростов. Вакансия также освободилась после назначения Сергея Горбаня главой администрации Ростова. Новый жилищный комплекс «Суворовский» в перспективе сольется с северным. Власти Ростова обещают построить соединяющую дорогу. О перспективах развития территории глава города Сергей Горбань рассказал на торжественной церемонии вручение ключей от квартир детям-сиротам. 58 человек получили здесь свои квадратные метры. В следующем году новоселов будет еще больше. Виктория Щетинина с подробностями. Платон оклятый 1, квартира 251, 13 этаж. Однокомнатная, 17 квадратов комната идет. Новый адрес Татьяна Трошкина запомнила сразу же, ведь мечтала о своем жилье не один год, как и остальные новоселы. Теперь грезы о квадратных метрах стали реальностью. В жилом комплексе «Суворовский» 58 детей-сирот получили квартиры. Очередь была очень большая, очень долго ждали, и вот, наконец-таки, дождались. Сколько ждали времени? Ну, где-то лет семь, наверное, не меньше. Вместе с ключами в подарок микроволновые печи и еще один сюрприз. Застройщик обещает благоустроить кухни. Горожан, у которых никогда не было собственного дома, эмоции от таких новостей захлестывают. Несмотря на отдаленность и необустроенность жилого комплекса, счастливые обладатели новых квартир смотрят в будущее с энтузиазмом. Уже в следующем году здесь появятся торговые центры и детский сад, заверяют инвесторы и власти города. А в перспективе Суворовский разрастется до внушительных размеров с удобными парковками, благоустроенными скверами, полицейским участком, а главное – новой дорогой, соединяющей застройку с северным жилым массивом. Я раз в месяц буду приезжать сюда обязательно на место, а заниматься будем каждый день, потому что такого другого проекта в городе сегодня нет. Это новый микрорайон, здесь может появиться 4,5 миллиона квадратных метров. Это почти ориентировочно, конечно, 200 тысяч населения. Это хороший, современный, красивый микрорайон, который будет построен абсолютно в чистом поле. Городской администрации возлагают на Суворовские большие надежды. Это не только расширение города и уход от точечной застройки, но и возможность обеспечить нуждающихся ростовчан социальным жильем. Пока стоимость местных квадратных метров не так высока, как в других районах Донской столицы. В 2015-м власти планируют приобрести здесь еще 72 квартиры для детей-сирот. Виктория Щетинина, Владимир Дудник, Южный регион, Инфо. Распустить сотрудников на каникулы или сократить количество работников на время непогоды – с такой просьбой к руководителям предприятия обратились власти города. Документы о временном прекращении трудовой деятельности на случай разгула зимней стихии нужно подготовить заранее. Эта мера необходима для оперативной уборки снега и профилактики травматизма. Ростовчан прокомментировали решение на официальном портале администрации. Однако к такому намерению некоторые СМИ уже отнеслись скептически. Пока не ясно, кто и как, будет и будет ли компенсировать бизнесменам вынужденный простой. Не исключено, что кто-то распустит кадры на внеплановые каникулы, посоветовав взять отпуск за свой счет, пишут в Комсомольской правде. Более 80 тысяч специалистов за 85 лет. Ростовский университет путей сообщений отметил круглую дату. Поздравить в УЗ приехал помощник президента России Игорь Левитин. Он отметил высокий уровень профессиональной подготовки кадров. Почти 100% выпускников РГУПС получают распределение и трудятся на железнодорожной магистрали. Благодарность ректору губернатор Василий Голубев вручил областную награду. Я хочу заверить вас, что университет идет вперед. Мы ни на грамм не опустим знамя, высоко поднятое нашими ветеранами и нашими выпускниками. Спасибо вам за все. Пришли поздравить железнодорожный университет и целые семейные династии. Поколения этих семей в разные времена были студентами и сотрудниками ВУЗа. Начиная еще с прадедов работали на железной дороге. Но то, что поближе касается именно университета, отец был проректором университета по науке. Я сам родился здесь, вырос, закончил его, вернулся и вот по сей день работаю. Здесь старший брат у нас также был, правда он умер, его уже нет. Это мой сын, то есть по сути дела у нас 5 человек таких. За 85 лет существования университет путей сообщения стал одним из лидеров среди технических вузов на юге России. Как отметил губернатор, сегодня здесь в полной мере реализуют то, что в последнее время называют брендом «Сделано на Дону». Проблемы с сердцем поможет решить плавание. Одни из лучших кардиологов Ростова провели бесплатный осмотр маленьких горожан и рекомендовали им заниматься спортом. Специалисты уверены, чем раньше диагностируют болезнь, тем проще с ней будет бороться. Вместе с детьми на приеме побывала и наша съемочная группа. Томиться в ожидании приема не пришлось. Очередь продвигается очень быстро. В этот раз детей осматривают два кардиолога. Чтобы попасть к врачу, достаточно было записаться в водно-спортивном комплексе или посмотреть расписание на сайте Федерации плавания Ростовской области. У нас проблем с сердцем, например, нет. Мы серьезных обследований не проходили. По ходу лечения только то, что нам нужно. Обследовались кардиологов детско-областной больницы, тоже известные врачи. Вроде бы все нормально, но хочется проверить, убедиться, удостовериться. Удостовериться в своем здоровье пришли 15 ростовских школьников. Тем, у кого врачи Центра кардиологии и сердечно-сосудистой хирургии, все же выявили нарушения, рекомендуют непременно заниматься спортом. Нарушения. Нарушения небольшие, малые аномалии развития сердца, они называются, которые не требуют оперативного вмешательства. И наша задача сказать родителям о том, что они могут заниматься спортом, потому что многие педиатры запрещают им. Самый оптимальный вариант – это плавание. Оно держит в тонусе все тело, уверены врачи и организаторы бесплатного осмотра. Данное мероприятие проводится уже три, вот сейчас третий раз, при поддержке общественной палаты Ростовской области, комиссии по формированию здорового образа жизни, экологии и туризму. Целью данного мероприятия является выявление детей с пороками сердца. Чем раньше диагностируют болезнь, тем проще будет бороться с ней. Поэтому организаторы стараются пригласить на прием к докторам как можно больше маленьких ростовчан. Благотворительную медицинскую акцию они продолжают и приглашают на прием новых школьников. Анастасия Дементьева, Виктория Щетинина, Игорь Крактенко, Южный регион.Инфо. Это была последняя информация нашего выпуска. Следите за новостями города на портале rostovlife.ru. Я же с вами прощаюсь. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин